а я хочу а ю я ничего не знаю ничего не знаю подъем так так вот смотришь вроде миленько так обречено приходит и не надо так выглядит что-то милое успокаивающее по мнению звездного капитана дуб это вообще можно было придумать а цены бы за насовсем дубро привет ужасы созданного в бездне звездный капитан реакция пальчики вверх подписывал очки с бубенцами оформляем организуем и естественно ссылочки все внизу в том числе на капитана давайте смотреть думаю будет интересно единственный момент я исчез на не мышку не смотрел насколько я слышал я уже несколько на самом деле видосиков видел бы прямо с этим с этим названием скажем так созданной в бездне но сама немножко не видел не знаю насколько дубу спойлеры не спойлеры но давайте смотреть в общем если вдруг тоже не видели но боитесь спойлеров но сразу вам сказал они могут быть смотрим я расскажу вам про ужасы аниме созданы в бездне а народные легенды рассказывают об ужасах и терроре потрясших мир много лет назад древние сокровища это просто легенды более как красиво все выглядит существует ли дракона которых известно только из древних книг ты избранный нео а нет это из другой вселенной немножко говорю про колу ау интеграция я даже сразу не понял но ребята потеряю эту хватку на понимание того когда интеграция не интеграция ну в общем интеграция сегодня мы поговорим про страшные моменты замечательного аниме и манги созданы в бездне сразу отмечу что обсуждаемое произведение одно из моих самых любимых мало кто может погрузить тебя в замечательный сказочный мир а потом в одно мгновение двинув кувалды по роже бросить в пучину ужаса и безнадежность более на это звучит очень интересно и прикольно на самом деле может быть как раз это будет мотивация для меня все-таки посмотреть а кто из вас смотрел можете в комментариях написать те но давайте без спойлеров давайте договоримся что без спойлеров созданный в бездне превосходно справляется с этой задачей ю и начала я кратенька лучше я самом деле анимешка мало видел честно скажу я не прям такой аниме пацан вот но знаю что среди вас по-любому есть аниме пацаны и пацаны с эти еще я видел ну самые такие которые знаете в носе которые все и так знают там 5 радочки всякие которые кстати уже будем запрещены сейчас в российской федерации и насколько я знаю вот смотрел еще альфаинскую песен вот она была очень жесткой очень жестокой и что-то мне сейчас вот этот кадр который сейчас показали очень как-то напомнил ассоциировался я скажу вам предысторию где-то за 1900 лет от происходящих в аниме и манги событий на одиноком островке в южных морях биорска была обнаружена огромная пропасть диаметром в тысячу метров глубина же ее точно превышала двадцать тысяч метров и там всякие другие создания другой мир а чё а а как я почему я не слышал про это аниме типа ночи просто сама вот эта идея что есть какая-то бездна там какие-то существа и вот это еще это жесть которая по ходу здесь присутствует я должен это посмотреть ребята я ничего не знаю ничего не знаю но точные цифры пока еще неизвестная бездна делится на уровне каждый со своими уникальными особенностями артефактами и существами как дебил выгляжу честно но вот просто мне нравится такая такие всякие жуки очень нравится такие мне давайте перейдем к нашему первому ужасу проклятию бездны все было бы слишком просто если бы можно было спуститься набрать дорогого лута и быстренько подняться обратно сожалению для любителей легкой добычи или отважных искателей путешествуя в бездну не обходится без последствий спуск в загадочную дыру удастся вам без особых проблем по пути вас могут сожрать разные твари хиро и оступитесь упадете и переломаете себе все кости терпимо терпимо а вот подъем из бездны это уже жопа как только вы начнете движение вверх вы в полной мере ощутите так называемое бремя подъема во всей бездне распространяется некое силовое поле неизвестной природы человеческому глазу оно незаметно с каждым уровнем оно становится более сильным и плотным увеличивая свое воздействие при подъеме чем ближе к центру тем поле будет более мощным чем дальше тем слабее есть даже несколько блин как это очень красиво прям так выглядит с где воздействие поле будет напоминает эти всякие полнометражные анимешечки которые кстати тоже не видел но как бы я понимаю стилистику видел там знаете как отрывками совершенно незначительным и незаметным обитающие в бездне существа эволюционировали таким образом что у них появился особый орган позволяющий видеть потоки силового поля и маневрировать таким образом чтобы избегать его воздействия ну а теперь сладенькое у человека как я уже сказал возможности видеть поле естественным образом нет поднимаясь даже на 10 метров он по полной отхватит проклятие бездны правда степень получаемой задницы будет зависеть от уровня на котором вы находитесь уровень называется край бездны начинается он от самого начала так так вот смотришь вроде миленько такие персонажи миленькие и тогда вот эти вот вставки где какая-то жесть происходит это куча бездна идет вниз на 1350 метров при подъеме с этого уровня у вас будет лишь легкое головокружение желание поблевать второй уровень манящий лес от 1350 до 2600 метров тут при подъеме вас будет крайне сильное желание поблевать начнутся жуткие головные боли и они менее конечностей 3 так подожди это называется ужас созданного в бездне это все-таки часть анимешки или это опять звездный капитан сам придумывает и нагнетает знаю уровень великий разлом от 2600 до 7000 метров вас ожидают серьезное головокружение совокупности со зрительными и слуховыми галлюцинациями четвертый уровень чаши великанов от 7 до 12 тысяч метров и россии головные боли по всему телу и кровотечения отверстий кровь вытекает из глаз носа рта и прочих дырок она еще и дублирована я я не понимаю почему я все еще здесь и смотрю это когда я могу смотреть что же на и без нее не честно я наверное я посмотрю сколько она длится если она не супер долгое то мне кажется стоит посмотреть но опять же поделитесь впечатлениями может быть поэтому видосику не совсем понятно не самое правильное впечатление складывается может быть вообще что-то совсем другое там я другом слабый физический человек без посторонней помощи не сможет выжить и тем более выбраться 5 уровень море мертвецов довольно короткий уровень на глубине от 12 до 13 тысяч метров тут у вас произойдет полная сенсорная депривация или проще говоря отказ органов чувств помутнение сознания и появится желание причинять боль самому себе перечисленные симптомы очень опасны в совокупности то есть вы даже лежать себе челюсть так сильно что даже не почувствуете как сломаете себе все зубы можете начать бить рукой о стену пока не превратите конечность фарш или упадете с лестницы переломав себе все кости пятый уровень является последним подъем с которого позволит вам вернуться человеком так интересная пауза блин какая прикольная озвучка приятного писарита спасибо шестой уровень невозвратный город с 13 до 15 с половиной тысяч метров попытка подняться с этого уровня закончится либо смертью либо полной потери человеческого облика либо либо есть вы превратитесь в деформированную массу плоти в очень редких случаях подъем 6 уровня может дать так называемое благословение почему так называемое да потому что вы сможете при подъеме сохранить свой разум однако человеком по крайней мере внешне вы быть все равно перестанете однако эта тема явно для другого ролика а если вы хотите еще видосов по созданному в бездне ставьте писюн вверх ставьте пацаны со я все понимаю но ставьте ставьте прямо сейчас поставили давайте теперь немного отвлечемся от проклятия бездны поговорим про что-то милое доброе и успокаивающее например про плотоядных ли чем для которых ваше тело будет выступать так выглядит что-то милое успокаивающее по мнению звездного капитана тут в в качестве кормушки эти насекомые именуемые бесконечными подражателями охотятся и размножаются следующим образом взрослые особи имеют особое строение тела напоминая листья цветов стойкости растущих во многих частях бездны подражатели изображают листья прикрепляются к стеблям и начинают ждать свою жертву а небольшая поляна с цветами превращается в смертельную ловушку оказавшиеся поблизости животные или человек подвергаются нападению роя подражателей они атакуют свою добычу помещают внутрь ее тело большое количество личинок на этом этапе жертва обречена личинки начинают выедать ее изнутри при этом быстро увеличивая свою численность добыча довольно быстро падает мы там вроде к милому хотели перейти нет землю без силы трапеза продолжается процесс поедания крайне мучительный личинки умело выедают за и за глаза большую часть происходит при этом остается пищеварительная система сделано это для того чтобы жертва прожила как можно дольше выступая в качестве кормушки иногда взрослые подражатели даже забираются внутрь желудка как бы подкармливая полу живого человека или животное давая ему возможность прожить немного подольше плюс такая удивительная особенность поглощение жертвы в купе с ее постоянными болями вынуждают несчастное существо периодически постановать это привлекает других путешественников или хищников как и делает это еще более жутким который подходит к раненому достаточно близко и в итоге также становится добычей я понимаю что тема личинок может быть не всем приятно это приятно что ты понимаешь что может быть неприятно потому давайте переключимся с насекомых например на трупных крикунов вот эта тема точно приятно всем а это было то ядно и довольно жестокое создание она может запоминать и воспроизводить определенные звуки во время охоты поймав человека или зверька она воспроизводит характерный им способ общения завлекая представителей их вида в ловушку поймав добычу они могут как покушать ее на месте так и отнести в гнездок птенцам клюв у труб красивые такие на самом деле да крикунов отсутствует вместо этого они отрывают куски плоти своим мощным языком а после всасывают их обычно обитают большими колониями что позволяет драконить попавшую в ловушку жертву за считанные минуты но есть и плюсы если забрать птенца крикуна и вырастить его то он станет прекрасным спутником или домашним летом а блин такой конечно пригодился бы а на очереди у нас алый зуба змей это длинное огромное безногое существо в целом напоминает змею питается мясом и обитает почти всегда на третьем уровне редко наведывает медленный правда убежать можно на 1 2 для охоты а нет не особо медленных не особо легко и довольно быстро летает перемещаясь на воздушных потоках благодаря кожным перепонкам и капюшону без разбора атакует и пожирает все что видит будь то люди животные инструменты землю полезные ископаемые даже ценные артефакты зуба змея можно даже расценивать как своеобразное хранилище ценных предметов и если вам удастся его уничтожить то домой вы вернетесь довольно богатым человеком если конечно вас не убьет проклятие бездны богатым мне кажется да люди спускались не то что прям с деньгами там наверно много какой херни внутри еще одной неприятной тварью выступает шаровой пронзатель существо это травоядное и казалось бы опасности она представлять не должно точно также думали тысячи искателей которые погибли от шипов пронзателей дело в том что такие монстры крайне вспыльчивые и защищают свою территорию от любых незваных гостей размеры их угоди могут достигать одного километра все тело пронзателя кроме страны на вид морды покрыты иглами морда не длинные острые ядовитые способные пробивать металл словно это обычная бумага я твоя человека не спеша но очень эффективно пока у вас есть время ужаленную конечно хорошо я так смотрю да вроде бы здесь показывают какие-то кадры как будто бы спойлер на и но я нихера не понимаю для меня как-то что-то один тот же персонаж который уже по тысячу раз прикончили 1 это же 1 это же девочка это непонятно поэтому ай хорошо смотрится нормально то есть я для себя спойлеров не ловлю по сути лучше ампутировать просто потому что не понимает что происходит на экране ну кроме того что это конечно кошмар какой-то конечно это оказалось не ваша башка тогда вам каюк победить пронзателя в бою практически невозможно благодаря особым способностям он может предугадывать действия своих противников гироси кронус а теперь давайте поговорим о том что периодически приходит в голову каждому из нас я конечно же говорю про веселую нарезку детей веселую аниме и манго созданный в бездне с большим удовольствием развивает эту тему дело в том что с проклятием бездны постоянно пытаются бороться например бондрюд или бондрут в зависимости от перевода изобрел особые картриджи для их создания берется ребенок у которого удаляется все лишнее кроме мозга части позвоночника и некоторых кишочков в таком виде остатки помещаются в картриджи в которых они могут существовать всего лишь несколько дней принцип действия простой когда она сидель картриджа поднимается то время подъема ударяет не по нему а по остаткам ребенка в картридже это жуткая но эффективная процедура по борьбе с проклятием охренеть чё за дичь как это вообще можно было придумать картриджи используется только при подъеме шестого уровня на 5 лет вы поняли вообще нет я вроде понял вроде а может и нет избежание потери человечности рассудка и жизни но не облика это очень жестко самое опасное же существо в моей сегодняшней подборке это конечно же рико ради достижения своей цели это отважная искательница приключений залезет даже в самую темную пещеру и вам это не понравится и не надо не нужно дырку в попе измерять линейкой прекрати серьезно хватит это все на сегодня вас ожидают серьезное головокружение совокупности головокружения вы мигали цикла цинга гадагинды куба бома а ребята ну как-то так вообще в это ужасное что-то прекрасное что то что хочется посмотреть но на самом деле кошмар какой-то я не знаю вот уставьте пальчики вверх не забывайте очень большая поддержка для меня для канала и пишите комментарии чем больше их напишите тем больше вы молодцы и тем больше мы все молодцы подписывайтесь естественно если не подписаны будет очень приятно ссылочка на звездного капитана внизу проходите там тоже процедура собственно вами должно быть проделана я считаю если еще не проделала вот и увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь ребята ребята